В этой кузне работают на передовую практически с первых дней специальной военной операции. Буржуйки из профильных труб, горизонтальные блиндажные печки из газовых баллонов. За все время на передовую кузнецы отправили более трех тысяч таких вот изделий. При этом в кузнице разрабатывают и обмундирование. Саперная кошка, обычная самая, на нее идет утяжелитель. Это опять же сборочно со всех фронтов, ребята бывают со всех направлений. Ну и вот совместными усилиями, для чего он нужен утяжелитель, слово говорит само за себя, для утяжеления. Ее можно дальше кидать и жесткость, если тяжелая мина, тяжелый груз, ну мина она и без этого снимет, но тяжелый груз она всегда берет. Саперная говорит само за себя. Далее, кошка-травинка, опять же, говорит само за себя. Она бежит по траве, снимает растяжки, мины мелкие. То есть, ребята, когда идут по траве, кидают впереди себя, в какой-то мере это обеспечивает безопасность. А вот эта кошка позволяет вытащить раненого с поля боя. Ее отличие от других таких же крюков в загибах на цепляющих элементах. Благодаря им кошка зацепит раненого солдата именно за экипировку, не повредив частей тела. Такая большая кошка подходит для транспортировки грузов. Ее используют на фронте, когда подойти к тяжелому предмету нельзя по тем или иным причинам, рассказывает кузнец. Кстати, все чертежи изделий Вадим Дыкин делает, исходя из потребностей передовой и с учетом практики. С бойцами в кузнице постоянно на связи. О том, есть ли какие-то недочеты, которые стоит устранить в следующей партии, узнают напрямую. Кстати, есть и разработки для поражения вражеских дронов. По запросам ребят, я не скажу, что с кем-то конкретно мы сели, это и разработали. Здесь Луганск, здесь Бахмут, здесь Херсон. То есть здесь с утра до ночи, как всегда, бывают ребята оттуда. И вот вместе разрабатывали, отправляли на пробы. Ну, что сказать, на хорошей высоте дает маленький зонтик. Зонтик – это разброс дроби, что дает поражение лопастей дрона. Уже ребята начали этим работать. Работают здесь и для военных учебных центров. Например, это насадка для гранаты, чтобы избежать самоподрыва. Тысячу новых изделий уже отправили в зону специальной военной операции. Сейчас работают над новой партией. Правда, постоянных волонтеров в кузне всего пять. Да и вообще в добровольческом деле лишних рук не бывает, рассказывает Вадим Дыкин. Ребята, и так они у нас, ну, там, скажем так, они обеспечены. Но сейчас вот боевые действия, постоянные передислокации. Вот. Постоянно что-то нужно, нужно, нужно. И тут должны успевать мы. Не только мы должны успевать. Я вот так лично, мое мнение. Каждый человек в России, каждый хоть чем-то как-то, ну, тогда победа будет гораздо быстрее. В кузню можно принести гуманитарную помощь. Сухпайки, медикаменты, маскировочные сети и одежда. Такие грузы отправляют вместе с печками и обмундированием. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».